Приветствую вас, давайте разберём наши вопросы. Парень уже второй раз меня изменил и каждый раз по-подлому. Не могу пересесть этот второй удар, я поверил ему, оказывается, год уже жил с другой. Как забыть успокоиться? Ненавижу его. Ну, смотрите, в первую очередь, ваше состояние, вот. Вполне понятно. То есть, понятны ваши чувства, понятны ваши эмоции, понятны ваши переживания. И чувствуется, что много, очень много боли в вашем сообщении. Действительно, измена является психотравмой, является психологической травмой, потому что происходит разрушение привычных моделей, привычных паттернов поведения и так далее. Это правда. И тут, в данном случае, ну, с этим необходимо считаться. Первое, как мне кажется, что желательно сделать, это прожить вам свои эмоции, прожить свои чувства, прожить вот эту вот ненависть, эту вот ненависть, о которой вы говорите, потому что, ну, совершенно очевидно, что вам, вам, вам тяжело. Вот. Прожите проплакать, отболеть, отгрустить, если угодно. Это то, что вы реально можете сделать, это то, что вы реально можете сделать с психологом. Следующее, что необходимо сказать, это то, что у всего есть причины. И измена, тем более второй раз, да, то есть это уже вот не первая, получается, измена вашего молодого человека, она вторая, говорит о том, что в отношениях у вас есть проблемы. Вот. Соответственно, нужно сделать анализ ваших отношений. Необходимо провести этот самый анализ и выявить те деструктивные аспекты поведения, поведения как у вас, так и, может быть, у молодого человека. Дальше, это необходимо для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Вот. Чтобы вы больше по возможности с таким опытом не сталкивались. Конечно, мы понимаем, что никто ни от чего не застрахован, но, тем не менее, как бы снизить вероятность повторения. По старению, вот, ситуации, да, крайне необходимы. Ну, потому что и вам было бы как-то вот спокойнее, да, вам было бы комфортнее, вам было бы лучше. И, в целом, мы могли бы, вероятно, более полно раскрываться в взаимодействиях с молодыми людьми. Очень важным моментом является то, на мой взгляд, как вы воспринимаете измену. То есть, вот вы говорите, например, что человек изменил вам два раза, и оба раза это было по-подлому. Ну, осмелюсь заметить в этом контексте, осмелюсь заметить, что, наверное, сложно изменить не по-подлому. То есть, лично мне сложно представить, как можно изменить не по-подлому. Мне кажется, что любая измена сопровождается тем, что люди, ну, так или иначе, охарактеризовывают как подлость. На мой взгляд, это скорее нормально, чем ненормально. Вот то, что я имею вам сказать с точки зрения психологии и психотерапии. Вы спрашиваете, как забыть и успокоиться? Наверняка, предполагаю, некоторое такое, если угодно, бегство от боли. Вам больно, вы хотите, чтобы этого не было, вы хотите от этого сбежать, хотите успокоиться и забыть, что вас это больше не тревожит. Нет, вас это больше не тревожит. На мой взгляд, забывать не нужно. Потому что, на мой взгляд, ситуация обстоит так, таким образом, что если вы забудете, то не ассимилируйте опыт, с которым вас эта ситуация познакомила. А если вы не ассимилируете опыт, вы не сможете ничего изменить. Не подкорректируйте свое поведение. Ведь вы, почему-то, выбрали такого мужчину, который может позволить себе, в отношении вас, те вещи, которые он правил. Может, и я думаю, что это не случайно. Естественно, вам неприятно. Естественно, вам тяжело. Естественно, вам будет ничего не говорить о том, что ну, чтобы обесценивать, как бы, то, что вы, например, чувствуете. Но нужно смотреть на эту ситуацию, как я уже сказал, с нескольких странных аспект. Только так мы можем быть уверены, что сможем в ней полностью разобраться. Успокойтесь вы, после того, как в полной мере проживете свои чувства, проплачете, проболеете. вот. Успокойтесь вы, после того, как будет понятно, что вас эта ситуация как-то задевает. Она вас именно задевает. Вы можете на это сказать, ну а что, разве это не должно задевать? Вопрос не в том, должно или нет. Вопрос в том, как вас это задевает. Задача психолога заключается в том, чтобы увидеть, что конкретно происходит, а не давать оценки. вот. Дальше. Ваша ненависть к ее молодому человеку является вполне естественным и нормальным чувством. Но также, необходимо понимать, что ненавидя кого-то, мы тем самым, как бы, ставим между собой и человеком, между собой, точнее, своим счастьем и собой другого человека. Мы говорим, мое счастье зависит от тебя. Мое счастье, грубо говоря, зависит от того, изменяешь ты мне или нет. Вот, если ты меня изменяешь, изменяешь я несчастного. Если не изменяешь, я несчастного. То есть, это такая вот получается зависимость. Нет, конечно, здесь не идет речь о том, чтобы радоваться тому, что вам изменили. Нет, ни в коем случае. Об этом, я вас уверяю, речи не идет. Речь идет немножко о другом. О том, как на вас влияет то, что вам человек изменил. Если вы чувствуете себя обманутой, если вы чувствуете себя использованной, если вы чувствуете себя ну, допустим, униженной, то вот это все требует нашего внимания. потому, что у этого, повторюсь, есть свои основания. А понимаю, понимаю, что вам тяжело. больно. Могу сказать, что случившество может быть связано с тем, что вы чрезмерно центрировались на молодом человеке. Вот. Я думаю, что случившество связано с тем, что вы что-то отчаянно игнорировали в ваших отношениях, а возможно даже и в самой себе. Такое вот тоже очень может быть. Поэтому когда вам картинка станет более ясна, если конечно вы хотите этим заниматься, если вы хотите это исследовать, если вы хотите это изучать, я думаю, что боль начнет уходить. Вот. Хотя конечно и не сразу понятно, что это будет происходить в какой-то степени постепенно. Потому что боль будет накатывать, становиться меньше, накатывать снова, снова становиться меньше, ну и так далее. Так работает рам. не нужно не нужно думать, что что вы добьетесь сразу внушительного прогресса в проживании того, что с вами произошло. я сочувствую вашей ситуации, я сочувствую тому, что вы в ней оказались и думаю, что вам необходима помощь. очень очень часто, я бы сказал, чаще всего то, что вы описали влияет на самооценку. Человек начинает не важно себя не ставить в глубине души, от чего злиться. И человек воспринимает измену как пренебрежение. Это основные точки для боли. То есть пренебрежение и обоценивание себя. Очень важным моментом является еще и то, что вы говорите вы поверили ему. А в чем конкретно, как вы ему поверите. Что значит поверить кому-то. Если для вас поверить кому-то означает положиться на человека. Да. Положиться на него. Вот именно положиться. то это одно дело. Но если мы рассматриваем ситуацию в таком ключе, да, если мы воспринимаем ситуацию в таком ключе, да, если то у нас возникает ряд проблем. Несколько у нас появляется серьезных проблем. Во-первых, происходит на мой взгляд подмена понятий. Вот внешне выглядит все так, что я верю в в тебе или я поверила в тебе. В внешне все выглядит именно так. От факта получается, что человек как бы транслирует идею о том, что он психологически зависит от того, кому он верит. Понимаете, да? то есть, если я тебе верю, то я от тебя завидую. Если я тебе верю, то от тебя завидит мое благополучие, мое благосостояние, мой комфорт, мое спокойствие. Должно ли так быть? это очень хороший вопрос. Он рассылает нас к тем ценностям, которые у нас есть. то есть, если у человека ценности таких отношений, то очень важно, чтобы партнер их разделал. Ну, очень важно, чтобы партнер как минимум считал так же, как вы. его не тяготило. Для того, чтобы замечать, когда человек начинает тяготить то, как, скажем, вы видите отношения, необходимо использовать коммуникацию. Коммуникация для этого должна присутствовать в виде постоянной и в форме открытой доверительной и честной. Вы говорите, молодой человек вас обманул. Я верю, что он вас действительно обманул. Но так же я понимаю и то, что если обман имеет место быть, это означает, что доверительных отношений между вами не было. А это тоже вопрос к тому, как вы устраиваете в целом в принципе взаимодействие между собой и мужчинами. На чем основывается ваше взаимодействие. с можно ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, начать над собой работу и формулировать базовые постулаты для психотерапии. Все вам самого доброго.